Слышу, он же не выйдет, когда не может. Пернатые питомцы дома белого аиста зимний день проводят в свое удовольствие. Впрочем, какой-то гиперактивности от них ждать не приходится. Все-таки зима. Орнитолог Антон Барановский говорит, что в холодную пору аисты менее подвижны и чаще всего проводят время в теплых домиках. У нас сейчас на зимушке находится шесть аистов. Из них четырех мы видим здесь, в том вольере, где мы сейчас находимся. Это две самки, которых мы взяли в прошлом году в Москве из московского орнитария в Сокольниках. И два молодых аиста. Одна из них тоже самочка Тамара. Она у нас родилась в прошлом году здесь. И в отличие от двух других, которые тоже с ней вместе росли, там три птенца была, она на юг не полетела, осталась здесь. А в другом вольере – это родители молодых аистов, пара Гоша и Руслана. В каждом вольере есть относительно теплые домики, которые температуру держат градусов на 15-17 повыше, чем вокруг. Там имеются обогреватели. И большую часть времени аист находится там. Самая комфортная температура для аиста в зимний период – от нуля до минус 10 градусов. Ежедневно птица съедает около 400 граммов специального корма. Хотя питательный рацион зимой в основном не отличается от летнего, уточняет Антон Барановский. В основном это разнообразные куриные продукты – овощи, фрукты, а также любимый деликатес аистов – мороженая килька. Смысл этого проекта заключается как раз в том, чтобы в этом районе создалась популяция диких, нормальных, хорошо летающих аистов. Для этого мы в разных местах набираем аистов, которые по каким-то причинам попали к человеку. Большая часть из них травмированные, которые не могут летать и никогда не полетят, но они могут размножаться. И вот одна такая пара у нас размножается. Она каждый год производит птенцов, птенцы улетают. Ну и ждем, что кто-нибудь из них вернется. Кроме того, дом белого аиста – это такой всероссийский лазарет. Здесь собирают и лечат птенцов со всей России. Отсюда уже выпустили больше десятка таких птенцов. А четыре аиста летом даже вернулись в гнездо, где провели летние выходные. Рязанские орнитологи очень надеются, что выпущенные летом аисты снова прилетят в гнездо и подарят новое потомство. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».